Шейх Махмуд Я сказал, что несконфессиональный диалог и совместное содействие, чтобы не было у нас вражды, не было у нас никакой недопонимания. Я хотел с таким намерением идти, чтобы узнать, какие мысли есть. И вот вспомнил хадис пророка Мухаммада, салям Аллаху, алейхи ва салям. Раз мы признаем, что он пророк, что он признан даже этим Кириллом, что он вообще сказал, что все дела оцениваются Аллахом по намерению. И другое я хотел бы сказать. Во-первых, когда здесь было сказано о том, что есть исламский терроризм или как-то экстремизм, то мне попался один хадис, на который я хотел обрести внимание. Где вот сказано о том, что, значит, в каких случаях мусульманин имеет право применить пролитие крови. Вот, например, со слов Ивана Масхуда, а Масхуд это был величайший знаток Бур'ана, довольно доволен им Аллах, передано, что посланник Аллаха сказал, что не дозволено проливать кровь мусульманина, кроме как в одном из трех случаев. Вот душу за душу. Если президент или, например, какой-то чиновник может обещать демонстрацию, просит свои права, и он на них, значит, пожелает самолетом убивать их, то у мусульман есть возможность отомстить даже президенту. И отсюда днется кровь. Как началась на прессиве, когда, значит, там, они бычьи с демонстрацией, они, значит, хотели, чтобы ихний голос слышен был в думе, который там есть у них. Он послал вас самолетом, и после этого они, значит, сказали, что мы и после этого имеем право, на то, что он гражданское население, значит, убил, мы имеем право отомстить ему. И вот потом из этого возникло продолжение этой арабской весны, которая ошла от Туниса, потом, значит, Ливии, потом вниз, Египет, потом, значит, дальше. Так вот, получается, что если человек убьет другого, то его тоже должны убить. А если президент сделал против своего народа мусульман, то тогда и он должен отвечать. Вот отсюда получается, что если другая страна, которая живет за 10 тысяч километров, посылает самолетами и бомбит их непонимателей в дома, бомбит их не там, их не житье, которое они хотят по-своему устроить, но бомба дарит, сыпется и сыпется, и плюс пропаганда наша говорит о том, что они плохих или там ненормальные. Я их не защищаю, но давайте не трогай пока ИГИЛ, и не будем, значит, слышать противоположную сторону, которая есть у мусульман. Эту сторону мы не слышим, эту сторону мы не анализируем, а когда мы не анализируем, только одну сторону слышим, вот получается понятие исламского экстремизма, радикализма. А пророк наш говорил вообще, что у мусульманина есть право. Когда ему скажешь салям, пожалуйста, он салям отвечает. Когда он живет в государстве, где светское государство, то он имеет право мирно жить со всеми там проживающими людьми. И обязательно там, значит, давайте поставим флаг исламский. Мусульманин имеет право защищать свою семью. Когда на его семью другой человек приходит и хочет забрать его имущество, то он имеет право ответить ему адекватно, и даже может убить его в своем, как говорится, там, где он живет, за то, что тот пришел, значит, воровать, или пришел, значит, его конфискировать, или там еще что делать. Отсюда получается, что наш пророк во все области, которые есть в жизни у человека, оставил свое слово. Вот эти слова, если мы будем, например, вспоминать и говорить, вот это будет более правильнее, чем делать только светские заключения. И, значит, часто повторять исламский историзм, исламский, значит, терроризм, фонтументализм, иссламизм, это все оскорбления наших исламских чувств, и мы вот накапливаем, накапливаем, а потом будет отчаяние, а потом опять наши мусульмане, значит, превратятся во что, то, что не ожидали. Затем, значит, политикой. Партиевые дела, которые должны делать партии, делают духовные люди, как христианам, так и мусульманам. И они теряют, поэтому, уважение, доверие. Пророк, когда религиозный человек заходит к правителю, даже если правитель будет мусульманином, он выходит оттуда без веры от него. У него вера уже уменьшилась. Это сказал пророк, потому что он продался за его там эти всякие подарки, что вам нужно, он дал ему на машину, он дал ему на это. И отсюда получается, что слышим мы 200 сверклей, но не слышим 2-3 мечети далее для мусульман в Москве. Мы не слышим, за какие причины запретили наши книги, которые считаются, значит, классикой исламской. Их эксперты кто, они понимают. Вот и получается, что накапливается, накапливается. А потом говорят, что мусульмане не умеют терпеть. А пророк Савелиллах Сангрун говорил, что я 13 лет был в Мекке, но мы не поднимали голову против меккенских мужиков. И мы терпели, и мы ушли от них, чтобы только не было войны. А потом, через 6 лет, заключили договор неравноправный для них. Ну, он был победным договором, чтобы не было войны. Поэтому мусульман мирный своей. Ну, он накапливает. Потом эта чаша, значит, начинает, значит, уже выливаться. И мы видим то, что видим сегодня. И революции, и война. А когда идет война, и идет военное противостояние, там справедливости не ищи. И отсюда следующие последствия, которые мы видим. Дать Аллах, чтобы наши мусульмане и наши немусульмане друг друга хорошо понимали, чтобы мы мирно жили, чтобы нам дали до следующих поколений взять маленькие кусочки земли, построить там медресе и, значит, мечейки. И тогда это будет справедливость, будет удерживать мусульман от отчаяния. Продолжение следует...